Здравствуйте! Это программа «Главная тема». Меня зовут Анна Кузьмина. Последние три дня красноярцы просят помощи у популярных блогеров для спасения города, так как от местных инстанций, по мнению жителей, результатов нет. И чтобы хоть как-то обратить внимание на экологическое бедствие, горожане публикуют снимки и видеосмога, фотографируют себя в масках и респираторах. Также жители города отмечают на своих публикациях Юрия Дудя и оставляют под постами блогера сотни, а то и тысячи комментариев, чтобы журналист снял о нашем городе в период неблагоприятных метеоусловий документальный фильм. Некоторые пользователи просят помощи также и шведскую активистку Гретту Тунберг. Этой темой сегодня занимался мой коллега Виталий Поляков. Он на связи со студией. Виталий, расскажи подробнее, о чем просят красноярцы и получили ли они вообще какой-нибудь ответ? Слушай, ну естественно, что просят помощи в том, чтобы они смогли дышать нормальным чистым воздухом. Но интересный действительно аспект, если раньше просили губернатора, президента, то сейчас обращаются к таким лидерам общественного мнения, не политикам причем. Вот накануне, допустим, около 20 человек экоактивистов вышли к Серому Дому, и на плакатах у них было написано «Не помоги губернатор» или «Спаси президент», а на плакате у него было написано «Юрий Дудь, спаси Красноярск от черного неба СОС». Ну почему именно «Юрий Дудь?» последний фильм этого, наверное, самого популярного сейчас в России YouTube-автора набрал больше 10 миллионов просмотров. Это большой фильм про ВИЧ, и этот фильм имел эффект разорвавшейся бомбы. Действительно, многие молодые люди сразу побежали после этого фильма проверяться на наличие у себя ВИЧ. Счетная палата начинает расследование, насколько эффективно тратятся государственные деньги на поддержку ВИЧ-инфицированных. Ну, пока Юрий Дудь никак не отреагировал на наши красноярские просьбы, хотя, наверное, это очень хотелось бы, но отреагировал другой, не менее, пожалуй, известный в России человек. Это Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград», больше его знают как «Шнур». Он посвятил нашему «Черному небу» стихотворение. Давайте его послушаем. «Я чего-то не пойму, тема всем неинтересна. Красноярск стоит в дыму, люди пишут, мол, *** нам. В новостях молчат ни строчки, ни полстрочки, даже мема. Типа эти заморочки – чисто местная проблема. Эти новости не крупны, тема так себе слаба. Ждут, когда случатся трупы, вот тогда забьют в набат. Да и то не очень сразу. Срочно, точка, запятая. Можем освещать заразу, только если из Китая». Спасибо, Серега, сейчас пишут красноярцы Сергею Шнурову. Ну, и называют его самым правдивым сейчас в федеральном СМИ. Но интересно, что не только Шнур заинтересовался вот нашей проблемой «Черного неба», но и популярный блогер Алексей Пивоваров. Сейчас его проект на Ютубе. И редакция тоже крайне популярна, особенно среди молодежи. Каждый ролик его набирает более миллиона просмотров. И у нас есть данные, что он намерен снять в красноярске фильм о наших проблемах экологических. Судя по всему, до Пивоварова, по крайней мере, дошли. Вот мольбы о помощи красноярцев. Ну, впрочем, красноярцы обращались не только к Шнурову, к Дудю и нашим местным авторам, но и даже к шведской активистке Гретти Тунберг. А «Черному небу» посвятил стихи не только Шнур, но и красноярский писатель Сергей Горбачинский. Город он сравнивает с газовой камерой. Мы как будто бы все еще живы, и как будто бы есть чем дышать. Город медленно вытянет жилы и свободен поставит печать. А ветвистые бронхи мертвеют. Кашель улицы робок и глух. Где июль? Пусть притащат скорее дым из леса и тополя пух. Горожане как вши под матрасом. Мало смога, неси дихлофос. А проветрят ли камеру с газом? Нет ответа на глупый. Вопрос. Интересно, что такое удушающее черное небо с таким негативным, крайне негативным оттенком вызывает у красноярцев тягу к творчеству. Они пишут и стихи. Вот даже появилась песня, ее записали студенты. Публиковала у себя преподаватель английского в Инстаграме. Давайте вот небольшой фрагмент послушаем. Загазованный красноярск, не вижу где ты, не вижу где я. Загазованный красноярск, сегодня я не вижу тебя. Ну а сейчас, когда уже черное небо рассеивается, красноярцы хвалят ветер, который рассеял все эти примеси. Причем хвалят как могут. Некоторые призывают наградить ветер, а другие даже организовали петицию с требованием воздвигнуть памятник ветру. Но, конечно, шутки-шутки, моральность такова, что надежд у красноярцев больше на шведскую школьницу или на московского журналиста, чем на власти. И местные федеральные проявили полное бессилие в решении этой проблемы. Два года назад обещали, что в Красноярске будет газ, но до сих пор газа никакого нет. Обещания свои не выполнили. Ну и вот приходится красноярцам теперь писать просьбы и мольбы к Юрию Дудюк, к Алексею Пивоварову, писать песни и стихи. Аня. Виталий, спасибо. Это был Виталий Поляков. Тем временем в нашей группе ВКонтакте мы закрепили сообщение, в котором вы можете оставлять свои комментарии по теме. Также напомню, что если вы хотите увидеть свое сообщение в эфире, то отправляйте его в Вайбер или Ватсап на номер 8 933 320 75 45. Если у вас нет интернета, то можете прислать обычное смс-сообщение. Все комментарии мы зачитаем чуть позже. Напомню, режим черного неба ввели в Красноярске 14 февраля. В это время жители города массово жаловались на густой смог, резкий запах и ухудшение здоровья. В понедельник 17 февраля, по данным международного приложения для мониторинга качества воздуха AirVisual, наш город занял первое место в списке городов мира с самым грязным воздухом, опередив Мумбаи, который считается самым грязным городом в мире. Красноярские активисты готовят два митинга против режима НМУ и плохой экологии в городе. Об этом сообщается в паблике «За чистое небо Красноярск». В группе встречи говорится, что Красноярск постоянно возглавляет рейтинги самых грязных городов мира. Цитата. Чиновники называют все это традиционной дымкой, а красноярцы – экологической катастрофой. Конец цитаты. Активисты хотят провести митинг «За чистое небо» 29 февраля и 29 марта. Сегодня в течение дня мы проводим голосование и спрашиваем у вас, придете ли вы на митинг «За чистое небо». Если «Да», то звоните по номеру телефона 234-75-45 и нажимайте цифру «1». Если «Нет», то нажимайте цифру «2». Сейчас я могу назвать предварительные результаты голосования. 70% ответили за то, что пойдут на митинг, и 30% ответили категорически «Нет». И мы продолжим это голосование и выпуски новостей. А сейчас я предлагаю перейти к комментариям, которые вы оставили к нам у нас в социальных сетях. Итак, первый комментарий такой Александр пишет, что «Не пойду, митинг тут ничем не поможет. На данный момент нет ни одной партии, организации, имеющей более-менее серьезную поддержку народа. И, следовательно, чихать они хотели на протесты». Лариса пишет, что «Схожу для массовости, но еще раз говорю, митинг ничего не даст. Выплеск эмоций и все, а властям как будто все равно так и будет. Предлагаю тихую забастовку, целый день не выходить из дома всем жителям. Уж поверьте, с работы всех не уволят, а в городе будет коллапс, тогда власть задумается». Ну вот уже и несколько предложений от жителей нашего города, кроме митинга. Анастасия пишет, а толку никому мы не нужны. Главное, чтобы налоги в Москву отдавали, а чем нам тут дышать, уже никому не касается. Вот уже три комментария, которые говорят о том, что в митингах нет смысла. Ну и еще один комментарий. Это «Обязательно пойду, хоть и 100% в этот день будет чистый воздух». Люди, собирайтесь и тоже обязательно приходите. Приходите, ну а сейчас у нас в эфире блог полезной информации. Вы смотрите программу «Главная тема». Я напоминаю тему нашего обсуждения. Последние три дня красноярцы просят помощи у блогеров для спасения города от смога, так как от местных инстанций, по мнению властей, результатов нет. И чтобы хоть как-то обратить внимание на экологическое бедствие, горожане публикуют снимки и видеосмога, фотографируют себя в масках и респираторах. Красноярцы буквально атаковали социальные сети популярных российских звезд и блогеров. Больше всего комментариев с просьбой помочь Красноярску обрушились на инстаграм Юрия Дудя. В нашей группе ВКонтакте мы закрепили сообщение, в котором вы можете оставлять свои комментарии. Также напомню, что если вы хотите увидеть свое сообщение в эфире, то отправляйте его в Вайбер или Ватсап на номер 8 933 320 75 45. Если у вас нет интернета, то можете писать обычные смс-сообщения. Все комментарии мы зачитаем чуть позже. Ну а сегодня мы спросили красноярцев на улице, готовы ли вы выйти на митинг «За чистое небо». Готовы ли вы выйти на митинг «За чистое небо»? Готовы. Мне уже сегодня прислали. Потому что я вот уже два ролика сняла, выложила. Потому что это просто невозможно. Я живу в центре и вижу, я представляю, что там делается в Азеронной Рощи. Поэтому, естественно, я готова. 29-го знаю, что будет митинг. Я уже вступила в встречу 29 марта, которая пройдет, и собираюсь прийти. В общем и целом проблема, конечно, стоит действительно серьезно. Каждый день заметно. Ну и по запаху, и по виду у них снимут. Особенно если за город выезжаешь на возвышенность. Прямо дымка плотная над городом. Ну это не дело, я считаю. Сложно сказать. Обычно эти митинги всегда в рабочее время. Весьма неудобно. Потому что сейчас за работу все держатся. А так, в принципе, да. У нас ситуация печальная в городе. Хочется уже больше чистого воздуха. Это уже это черное небо. Оно уже так давно. Не знаю, к хорошему это приведет или к плохому. Не уверена. Но люди как бы репостят в Инстаграме всякие объявления, что при этом красивую фотографию какую-то выставляют. И пишут такие вот большие сообщения длинные, что вот черное небо и так далее. Я недоволен. Но это ни к чему не приводит. Сколько в Москве я видел в Ютубах, сколько задерживали и так далее. Если бы не было такого беспредела, я бы вышел. Сюда в восточный был. Потому что, как говорится, а так как сейчас у нас в органах властей и так далее, в политике даже арестуют просто пикетирование, я побаиваюсь выходить. Потому что кто его знает, возьмут у меня и так своих проблем много. Еще если меня арестуют и так далее, я побаиваюсь. Ну а в Красноярск приедет глава Росприроднадзора. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Родионова посетит наш регион по просьбе губернатора Красноярского края. Вместе они планируют обсудить то, как можно улучшить экологическую ситуацию в крае и остановить загрязнение воздуха. Предварительно Родионова приедет в Красноярск 25 февраля. Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске в этом году вводили уже два раза. По данным сайта администрации, в 2017 году режим НМУ вводился около 20 раз. В 2018-м 15, а в 2019-м 8 раз. Об этой проблеме знает и Владимир Путин. Вопрос об экологической ситуации в Красноярске он обсуждал с нашими чиновниками. Это во время визита в 2018 году. Тогда он сказал, что Красноярск необходимо переводить на газ. В конце декабря прошлого года на пресс-конференции Путину снова задали вопрос о Красноярске. В ответ он пообещал взять ситуацию под свой контроль. По поводу экологических проблем. Вы знаете, что мы внедряем, у нас принятый закон о внедрении современных доступных технологий, наилучших доступных технологий, НДТ так называемые. И на первом этапе 300 предприятий, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на окружающую среду, должны принять соответствующие программы реноваций. Эта работа идёт. 12 предприятий уже защитили свои программы. Их работа в этом отношении признана соответствующей предъявляемым требованиям. Но этого недостаточно. Конечно, эта работа будет продолжаться и по другим 300 крупнейших эмитентов. А по городам, их 12, в которых наиболее неблагоприятная ситуация, в том числе и по Красноярску, приняты отдельные программы. Там представители промышленности должны будут защитить соответствующие планы своего развития. И руководители регионов должны будут соответствующим образом поработать. Такие планы должны быть и по Красноярску. Я хочу вас заверить в том, что мы не оставим этот вопрос. Будем напряжённо над ним работать. Это одна из приоритетных задач в ближайшие годы для нашей страны. Ну а сейчас я предлагаю снова вернуться к вашим комментариям и зачитать их в прямом эфире. Вячеслав пишет, что толку ходить. В Академии Николаевку из ФУ застроили многоэтажками. И всё, роза ветров нарушена. Когда этих зданий не было и чёрного неба не было. Нам поможет только одно – снести эти дома. А этого никто делать не будет. Так что дышим и молчим. Владимир пишет, что не пойду на митинг. Тем более согласованный ничего не изменит. Евгения пишет, что нас миллион человек. Все просим кого-то. Никто нас не придёт и не спасёт. Кроме нас самих. Юлия пишет, что просто, когда строили город, учитывали розу ветров. Снова комментарий. А теперь всё застроили, как попало, и уже не продувается ветрами город. Всё изменилось и дует теперь не из города, а всё в город. Ну и один из моих любимых комментариев. Ольга пишет, что дуть не панацея, шнур не панацея, Грета Тунберг не панацея. Но ведь если совсем молчать, то и знать никто не будет про Красноярск и его чёрное небо. Одна лягушка в сметане утонула, а вторая барахталась. Масло взбило и выжило. Мы, которая из них, лапки сложим и будем фукать на этих и на тех, кто хоть что-то делает. Пусть глупо и коряво на чей-то взгляд или, может быть, всё-таки масло пытаемся взбить. Вот такой вот хороший комментарий оставила у нас Ольга. Но сейчас эфирное время подходит к концу, и я предлагаю вместе с вами подвести итоги. Красноярцы просят помощи у популярных блогеров для спасения города, так как от местных инстанций, по мнению жителей, результатов нет. И чтобы хоть как-то обратить внимание на экологическое бедствие, горожане публикуют снимки и видео смога. И буквально атакуют социальные сети популярных звёзд и блогеров. Больше всего комментариев с просьбами помочь Красноярску обрушилась на инстаграм Юрия Дудя. Также красноярские активисты готовят два митинга против режима НМУ и плохой экологии в Красноярске. И согласно опросам и мнению красноярцев в социальных сетях, 70% готовы выйти на митинг. Вы смотрели программу «Главная тема». Меня зовут Анна Кузьмина. Всего вам доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин